На улице Калинина столкнулись три автомобиля. Вежливость на дороге порой обходится весьма недешево. Автомобиль Mitsubishi Kolt движется по улице Калинина. Сразу после светофора молодой водитель Kolt замечает, что от остановки готовится отойти автобус. Как известно, автобусу положено уступать, исходя из правил дорожного движения. Впрочем, то же самое рекомендует неписанный дорожный кодекс и элементарная водительская вежливость. Следуя всем этим наставлениям, водитель Kolt притормаживает и тут же получает сильнейший удар в задний бампер. На моих глазах произошло ДТП. Автомобиль Mitsubishi Kolt пропускал автобуса, выезжающего с остановки. Приостановился пропустить автобус, произошел сильный удар. Ниссан Тида ехала на нормальной скорости и ударила. При ударе Кольт отлетел в Тойоту Ипсу. Водителя Тида забрала скорая помощь. Насколько сильным был удар Тииды в заднюю часть Кольта, можно судить по разрушениям обоих авто. Можно смело утверждать, что в результате столкновения Кольт лишился задней части, а его обидчик Тида передний. Впрочем, помятый металл Ниссана не идет ни в какое сравнение с повреждениями его хозяйки. В момент столкновения она сильно ударилась о руль, настолько, что прибывшая по тревожному вызову врачи скорой госпитализировали даму. Однако и это еще не все. По утверждениям очевидцев, в аварии едва не пострадал двухлетний ребенок. Последний находился в салоне и, так же, как и его мама, на себе почувствовала все прелести тяжелого ДТП. Правда, от печальных последствий его уберегло детское кресло. И это ли не лишнее доказательство того, насколько они полезны? Третий участник аварии Тойота Ипсум не пострадал вовсе. До его заднего бампера Кольт дотянулся уже на излете и не смог причинить сколь-нибудь серьезных повреждений. Плотно сгрудившиеся посреди проезжей части машины серьезно осложнили движение на этом участке. Достаточно сказать, что автомобильная пробка растянулась до окатовой. Впрочем, застрявшие водители не жалуются, что называется лучше медленно ехать, чем так стоять.